МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате перестрелки погиб один террорист. Среди наших военных погибших и раненых нет. Из-за действий боевиков в Славянске может резко подняться уровень радиации. На территории санатория Юбилейный террористы разгерметизировали генераторную установку. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра при СНБО Андрей Лысенко. По его словам, в настоящее время специалисты госслужбы по чрезвычайным ситуациям уточняют степень угрозы, происходящего для мирного населения. Военная прокуратура открыла уголовное дело по факту уничтожения боевиками вертолетами-8 над Славянском по статье «Теракт». Материалы дела передали следственным подразделениям СБУ. Накануне украинские военные нашли черные ящики, которые были на борту сбитого вертолета. Сейчас идет расшифровка данных, сообщил пресс-офицер СИЛАТО Алексей Дмитрошковский. По показаниям свидетелей, террористы, которые стреляли в воздушное судно, были на трех машинах. После его падения боевики скрылись с места преступления. Напомню, атака произошла 24 июня над Славянском у горы Карачун. Вертолет Ми-8 возвращался после выполнения задания по доставке грузов. На борту находилось 9 специалистов, среди них четверо сотрудников СБУ. Германия потребовала от России четкой позиции по сбитому террористами Ми-8. Министр иностранных дел ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер призвал Москву дать однозначную оценку инциденту. Об этом дипломат заявил накануне на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе. И добавил, российское заявление о поддержке мирного плана Петра Порошенко в нынешней ситуации недостаточно. Штайнмайер также призвал Москву перекрыть поток оружия боевиков через российско-украинскую границу и приложить усилия для освобождения захваченных сепаратистами наблюдателей ОБСЕ. При этом министр иностранных дел Германии подчеркнул, Берлин осуждает инцидент с обстрелом вертолета и считает его безусловным нарушением перемирия. Россия в недостаточной мере поддерживает реализацию мирного плана по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время своего выступления на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Он призвал Москву поддержать деэскалацию конфликта на Донбассе реальными действиями, а не только словами. Президент Украины отметил, что вчера во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин выразил свое одобрение предложенным мерам по урегулированию ситуации на востоке Украины. Петр Порошенко обратился к Владимиру Путину прекратить поставки военной техники сепаратистам и не вмешиваться во внутренние дела нашего государства. Перестаньте рекрутировать наемников. В конце концов, отведите войска. Украинский народ не хочет войны, не хочет анархии и не допустит ее. Все идеи сепаратизма были искусственно навязаны Украине извне. Украина является монолитной. Надо остановить потоки лжи и ненависти, которые распространяются российскими средствами массовой информации. Это не способствует установлению мира. Президент Украины также заявил, что нынешние переговоры с Россией направлены на достижение мира в нашей стране. Однако о полноценной нормализации отношений с Москвой говорить пока не приходится, ввиду ситуации с Крымом. Без возвращения полуострова о нормализации отношений двух государств невозможно, подчеркнул Петр Порошенко. Служба безопасности Украины задержала шестерых террористов, планировавших создать Днепропетровский Народную Республику. И, как сообщает пресс-служба ведомства, боевики через социальные сети вербовали мужчин. Отправляли их в тренировочные лагеря на восток Украины и готовили теракты. Также постоянно контактировали с бандформированиями Луганской и Донецкой областей. Во время задержания у наемников изъяли взрывчатку, огнестрельное оружие и детали планов по подготовке терактов. В отношении задержанных открыли уголовное производство. Уже месяц боевики ЛНР и ДНР удерживают в плену наблюдателей УБСЕ. Никаких требований они не выдвигают и пока все усилия, направленные на освобождение, представители международной организации к успеху не привели. Тем временем террористы на востоке Украины благодарят российских коммунистов за помощь. А западные лидеры обсуждают введение новых, более жестких санкций против России. Подробности в международном обзоре. Наблюдатели УБСЕ находятся в плену террористов на востоке Украины уже месяц. Об этом сообщают в миссии организации. Речь идет о двух группах представителей УБСЕ, одна из которых исчезла в Донецке 25 мая, вторая в Луганске 29 мая. Ни одно из местных бандформирований до сих пор не взяло на себя ответственность за похищение наблюдателей. Однако в МИД Украины уверены, их задержали вооруженные террористы. 19 июня стало известно, что УБСЕ установило контакт с обеими группами, но они по-прежнему находятся в плену. Накануне в самопровозглашенной ДНР заявили, что четырех представителей организации, пропавших в Луганской области, могут отпустить уже в ближайшее время. Между тем появились свидетельства того, что террористов на востоке финансируют из России. На сайте самопровозглашенной ЛНР выложили документ, в котором боевики благодарят Коммунистическую партию Российской Федерации и ее лидера Геннадия Зюганова за гуманитарную помощь и финансовую поддержку. На этой же странице интернет-ресурса находится и видеообращение самопровозглашенного лидера незаконной ЛНР Василия Никитина, в котором он также выражает признательность Зюганову. Напомним, в Украине за финансирование сепаратизма будут сажать в тюрьму на пять лет. Тем временем президент США обсудил с премьером Италии ужесточение санкций против России. Во время телефонного разговора Барак Обама и Матео Ренци договорились о дальнейшем давлении на Москву в связи с кризисом в Украине. Лидеры двух стран планируют координировать последующие действия по России, если Кремль не примет мер для снижения напряженности на Донбассе. В частности, среди таких шагов политики называют использование Москвой своего влияния на боевиков с тем, чтобы убедить их соблюдать режим прекращения огня. Эмилия Денежная, БТБ. Правительство Польши удержалось при власти вопреки кассетному скандалу. Премьер Дональд Туск получил от Сейма «Вотум доверия». За проголосовало 237 депутатов против 203. Напомню, накануне Туск попросил парламент провести срочное голосование о доверии правительству из-за скандала с прослушкой и публикации приватной беседы главы Медпольши, в которой Радуслав Сикорский весьма нелестно отозвался о польско-американских отношениях. При этом сам премьер настаивает на следе Москвы в скандале с прослушкой. Он уверен, что к нему причастны люди, имеющие тесные бизнес-интересы с Россией, в частности, в сфере энергетики, и что инцидент имеет отношение к ситуации в Украине и может ослабить позиции Варшавы на международной арене. На 73-м году жизни в ночь на 26 июня скончался украинский государственный деятель Иван Плющ. В связи со смертью Ивана Степановича президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Ценюк выразили соболезнования его родным и близким. Иван Плющ дважды возглавлял Верховную Раду, был секретарем Совета национальной безопасности и обороны, герой Украины. Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горбулина своим советникам. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Владимир Горбулин – украинский политик, доктор технических наук, академик НАН Украины, лауреат государственных премий в области науки и техники. Также он занимал должности секретаря Совета национальной безопасности при президенте Украины и советника президента по вопросам национальной безопасности. Мировой банк предоставит Украине первый программный займ на политику развития финансового сектора. Об этом шла речь во время встречи главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой с директором Мирового банка по делам Украины, Белоруссии и Молдовы Чемяуфаном. Во время встречи стороны в частности обсудили вопрос повышения эффективности работы фонда гарантирования вкладов из лиц. Пути его финансовой поддержки, а также усовершенствования механизмов выведения с рынка неплатежеспособных банков. Напомню, 23 июня в Украине начала работать миссия Мирового банка, которая оценивает эффективность проведения реформ в финансовой сфере. Ну и пока на этом все. Еще увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова